Центральный пляж, 10 утра. Водолазы первой спасательной станции обследуют акватории. Дно Березины должно быть чистым и безопасным. До старта купального сезона всего три дня. Максимальная глубина Березины – метр восемьдесят. Водолазы достают самый различный мусор. Бутылки, камни, часы, мобильные телефоны. Недавно специалисты подняли на поверхность и старый матрас. Самый большой улов уверяет спасатели у берега. Затонувший мусор аквалангисты оставляют на песке. Отходы утилизируют работники ДЭПа. В течение купального сезона, если вдруг где-то что-то размыло и мешает для купания, то водолазы спускаются и устанят эти недостатки. Для эпидемиологов тоже наступает жаркая пора. Специалисты следят за качеством воды. Нужно исключить кишечную палочку, сальмонеллу и другие бактерии. На первом месте – безопасность отдыхающих. Еженедельно мы будем проводить лабораторные исследования. Будем смотреть состояние, смотреть анализы качества воды, которая идет в реках наших и в озере Шинник. И с этим будем принимать определенные меры какие-то по разрешению дальнейшего купания и использования. Инспекторы с инстанции проверяют раздевалки, контейнерные площадки, душевые кабины и спортивные зоны. Все, куда ступает нога человека в пляжном костюме. На пляже санатория имени Ленина мы видим душевую, которая в работоспособном состоянии. Подключено водоснабжение для помывки посетителей данного пляжа. Имеются крючки для одежды. Этим летом в зеленом списке песчаные дюны на центральном пляже и в шестом микрорайоне. Разрешено купаться в озере около спортивно-оздоровительного комплекса Шинник и в районе здравницы имени Ленина. Сотрудники освода напоминают, заплавание в запрещенном месте штраф до 80 рублей.